Пытность Александра Соловьева, я помню, в город на помощь при усиленных снегопадах, как раз техника автотрассы, две колонны залетала, прям быстро, или три даже, они проходили город в рамках помощи. Поскольку сейчас они, я так понимаю, с Королева, Саратовское шоссе, это их ответственность, зона нет, с предварительной договоренности на случай экстренных снегопадах, чтобы они помогали колоннами городу. В этом году мы усилились тремя новыми машинами, КДМ, которые были приобретены у нас для комбината благоустройства. Я думаю, что от погодных условий мы будем уже смотреть, насколько это будет необходимо, если ситуация будет критическая. Я думаю, что также будем привлекать и автотрассу для уборки, для очистки города Балаково. И если в этом будет необходимость. Но я надеюсь, что мы справимся своими силами, потому что у нас часть дорог мы, соответственно, передали на федеральный уровень. У нас площадь квадратных метров снизилась, а количество техники немножко увеличилось. Понятно, что не хватает, хочется в следующем году еще приобрести ряд единиц для полноценной уборки города. И также хотел бы, наверное, акцентировать момент, что необходима техника для уборки наших парков. Но это, скажем, маленькая техника в виде керкеров, автомобили такие, которые есть у нас в Саратове. Будем планировать в следующем году тоже приобретать их. Сергей Евгеньевич, а вот еще такую малую механизацию. Почему, например, не проговорить с управляющих компанией, с теми предприятиями, которые берут контракты на уборку внутри кварталки? Почему, например, у тех же дворников в крупных кашках нет, например, снегоуборщиков в обычных? Ну, это же было бы вообще эффективно максимально. Я думаю, мы в ближайшие дни соберем сейчас совещание со всеми управляющими организациями. Мне бы хотелось с ними в эти вопросы поговорить. Будем планировать смотреть уборку, потому что внутри квартальной дороги у нас исторически возникает проблема. Двор очень узкий. Не всегда получается заехать на какой-то крупнотоннажной технике. Машины паркуются у нас немножко хаотично. Вопросы актуальны, будем с ними заниматься. Еще один вопрос все-таки дорожного хозяйства. Касаясь факта, братьев Захарова едет, да Юра, я так понимаю, не едет. Можно развести? Работает у нас братья Захара вторая. Документ находится в Саратове. Сейчас ждем подписания по ЗОС. Дорога, повторюсь, у нас готова. Стофора смонтирована, находится также в рабочем режиме. Они у нас подключены. Павел Степанович, когда обещают? В четверг получаем ЗОС, в пятницу получаем разрешение на воду с ПАТОС. В четверг и пятницу вышли? Да, ну так все ездят. Я думаю, что это просто... И последний вопрос. Ехались сегодня по Сабежной-Леоново, перекресток с Бульвар Ростом, отфрезерованное полотно. Что в этом году там планируется в такую погоду уложить на асфальт? Или это просто заделанное будущее? Будем смотреть по погодным условиям. Если погода позволит, будем делать асфальтирование. Если не позволит, соответственно, перенесем на следующий год.